итак дорогие друзья мы начинаем мы начинаем прямой эфир до урок по мишле сейчас установлю камеру 2 секунды пока все соберутся и мы сейчас прямо активненько продолжим изучать 6 главу а может быть мы ее даже и закончим сегодня изучать будет вообще очень если мы сейчас быстро пойдем то мы можем и закончим а можем не закончить или закончим или не закончим одно из двух хорошо и так значит дорогие друзья все мы продолжаем 6 6 у нас сегодня занятия 6 занятия и поехали до 29 отрывка мы остановились на том что в 28 царь соломон спросил может ли человек ходить по по углям и ноги не обжигать ходить может но быстро очень быстро чуть-чуть может пройти я уже 10 лет хожу вожу все ходят но ходить так что постоянно не может это факт значит и это он как бы подводит это вот поэтому это причина называется то есть он подводит он задает вопрос может ли ходить по углям понятно что не может и также в двадцать девятом отрывке написано также тот кто пришел на жену ближнего своего пришел имеется ввиду пришел так очень красиво слово говорить используется без мата без всяких таких визуальных эффектов пришел на жену ближнего своего значит не очистится не очистится тот кто до нее дотронется то есть даже до нее дотронуться нельзя поэтому я очень прошу вот на тренингах я прошу женщин меня не трогать руку мне не тянуть потому что они не знают что царь соломон писал они не учили в притчах что до жены ближнего нельзя даже дотрадиваться прям он так пишет почему нельзя дотрадиваться потому что написано в 10 заповедях аль-тахмут не вожжилая жены ближнего твоего а если ты до нее дотронешься а потом она еще на тебя навалится типа давайте обнимемся поцелуемся все то есть ты уже можешь случайно и захотеть поэтому видите как он говорит не дотрадивайтесь то есть это называется установить ограду для закона то есть в принципе нельзя на нее прийти но лучше до нее не дотрадиваться понятно теперь дальше 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 он говорит в 20 в 30 отрывке царь шломо говорит 30 отрывке здесь все идет уже как бы напрямую и про женщин запрещенных но почему-то женщина все время ассоциируется с запрещенным знанием то есть вот как и женщины разрешенные и запрещенные также знания есть разрешенные и запрещенные то есть например изучая тору изучаешь божественную мудрость прямо с богом соединяешься все это разрешенное знание а если например изучаешь какую-нибудь там философию какую-нибудь там еще хрень вот именно из лават стекать и нибудь гурдживы гурдживы и так далее то ты обязательно через них можешь соприкоснуться с негативными темными мирами с темными силами и если ты с ними соприкоснешься с этими темными силами они потом входят в голову то есть знание это как как такие программы как мне очень понравилось выражение когда-то смысловые гарпуны гарпуны это когда в кита или в тюлени или какую-то такую большую рыбу да когда в них стреляют раньше стреляли то была такая такое копье в котором были вот так вот зубцы в эту сторону повернуты и он в нее встреет а вытащиться его уже нельзя он на веревке это рыба тянет эту лодку тянет а не тянет потом выбивается из сил и все так вот некоторая информация когда она заходит в голову она может стать вот этим смысловым гарпуном он как бы в голову заходит и все причем интересно интересно что были такие люди вот тротский говорят да он так выступал что вставали люди с еши вот который в еши учились на летал муд и они вставали закрывали талмуда и шли на фронт там в красную армию в комсомольцы как он так с ними вообще мог коммуницировать непонятно такой был видно дипнотизер теперь значит поэтому в принципе сейчас писать само напрямую говорит что женщина мне чужие женщины запрещенные женщины они запрещены и к ним лучше не прикасаться также к этим знаниям лучше не прикасаться тридцатый отрывок не презирают вора если он кредит если он украдет для того чтобы утолить свой голод то есть вот физический голод это это жизнь чеков но вот он не может ему нечего кушать если он украл ну говорят но украл но не могут не украсть да то есть это как говорится в талмуде рубам бэгэзель большинство грабители большинство людей они где-то не дают где-то они там там забрали там взяли там то рубам то есть кому говорит большинство где-то они касаются вот этого вот запрета забрать чужое газель это забрать чужое меньшинство в разврате то есть все-таки вот этот грех разврат запрещенные половые связи в нем замешано меньше людей потому что в принципе это тяжелее организовать я так думаю поэтому да потому что все-таки какие то есть ну вот условности заборы в этом есть теперь в кулям бы авак лошонара и все вообще все абсолютно замешанные в пыли лошонара лошонара это злоязычие то есть это как раз вот эти вот смысловые гарпуны почему запрещено злоязычие когда ты слышишь негативную речь негативные рассказы о ком-то о ком-то о чем-то очень когда этот негатив заходит в голову все он уже выйти не может и это так легко это сделать а запрет это папа тяжести это такой же запрет торы то есть запрещено говорит злоязычие на других людей запрещено его слушать то есть вот этот негативная информация от нее надо прямо остерегаться очень сильно но говорит что вам и лах что вора не презирают его можно понять да то есть раз большинство наверное воруют поэтому наверное вы можно понять он голодные если его поймают в тридцать первом отрывке он говорит то он заплатит в семь раз за то имущество которое он возьмет то есть здесь как бы все понятно вор украл у него он должен вернуть еще он должен заплатить например за если он украл корову то он заплатит за нее в пять раз а если он украл барана то в четыре раза все то есть всего получается в семь раз да то есть вернул то что есть еще и заплатил теперь но тот кто прелюбодействует но и фиша хасар лев тот кто машет на в шоу у ясена тот кто прелюбодействует женщина это он вообще он вообще как бы хасар лев у него уходит из сердца многое да то есть у него прямо заходит него этот грех и значит он что он значит он отдаст все имущество до дома своего почему надо все имущество дома своего здесь непонятно возможно из-за того что раньше было за это смертная казнь вообще да то есть если их ловили замужняя женщина и то то есть не прелюбодействует по то ли это смертная казнь их убивали второе возможно возможно что почему она даст имущество все своего дома это мне непонятно надо мне будет потом посмотреть комментарий малбима я не помню почему у написано что коль он бы это и тэн почему весь все имущество дома своего он отдаст не знаю но и фиша хасар лев машет на в шоу у ясена а я спутал это все я спутал два пасука значит так написано в 31 отрывке написано что если вора поймают он заплатит 7 раз и все имущество дома своего отдаст то есть он у него забирают у этого вора из его имущества то есть если у него не хватит заплатить его имуществом то него все забирают его даже продают в рабство то есть есть авторе указания что если еврей украл и потом суд его судит ему нечем вернуть то его продают в рабство до 7 лет представляете то есть он все имущество должна дать чтобы заплатить за свой за кражу но все-таки он может потом выйти и он чист перед законом теперь на тот то тот кто прелюбодействует женщиной то это у него забирает его душу он машетку то есть он наносит такой не поправить непоправимый вечный вред своей жизни своей душе что просто капец да это намного страшнее оказывается и значит здесь очень интересно вспоминается мне история вспоминается мне история с царем давидом папа царя шлома царь давид его звали его царь давид он был совершенно такой вот он был он все время пел говорил ты или мы все время да то есть он молился богу без остановки и он настолько был преданный богу что когда было знаете это известная история с галиатом и все боялись выйти против галиата он говорит как вот этот вот животное бога позорит и он пошел и убил этого галиата то есть он был настолько самопожертвующий по отношению к богу и он все время хотел приблизиться к богу и царь давид он как-то богу говорит я всю жизнь тебе готова дать хочу отдать все но почему называется бога врама бога скака и бог якова они называются бог давида и бог ему говорит потому что их я испытывал а тебя не испытывал и тут царь давид говорит как ну испытай меня и у него начинается испытание с бачевой с мамой с мамой царя слабо мама царя слабо было большего она была женщина которая была предназначена чтобы от нее родился машеях и показывает царю давиду бог показывает ее и он пророк ему открывается что от нее пойдет на шеях да и и сильно мужик пойдет от нее от царя слабо пойдет машеях и царь давид который для чего значит служит богу он полностью он делает то что бог от него хочет он не делает то что эго от него хочет у него нет никаких своих мыслей у него нет а это ну я уже прервать не могу все я в середине рассказа про царя давида и значит царь давид царь давид он увидел бачева и он говорит все значит машиах на убилот пашиах на он кричит прямо на английском мы хотим машика сейчас и он хватает бачеву и тут выясняется что она замужем вот как раз та история которая мы сейчас изучаем и он не понимает то есть одной стороны он видит приказ бога что вот она мама машеха с другой стороны она замужем вообще как это то же самое как бог сказал аврааму а вину працу нашему что жертвоприношение это зло жертвоприношение это зло а и что а потом он ему говорит а принеси-ка в жертву своего сына ицхака или бог говорит аврааму лэхлахами арцеха иди себе из своей страны в страну которую я тебе укажу я тебя благословлю и подниму твое имя и сделаю из тебя большой народ авраама вина идет приходит а там голод и он идет вообще в египет его никто не знает у него забирают там жену это вот как раз вот эти вот испытания когда ты поставлен между двумя огнями и не знаешь что делать и вот бог царю давиду дает это испытание и он думает что делать или мы хотим маши ахнау или она замужем и и надо подождать и он думает нет я не буду ждать маши ах важнее и он значит на не женится она замужем а вот написано что тот кто на замужней жене женщине женится он свою душу полностью оскверняет и все как так значит но царь давид думает что он поступил правильно и проходит несколько месяцев она беременна и и тут он вдруг понимает что сейчас будет хилуля шем оскорбление имени всевышнего осквернение самое страшное это вообще страшнее нету да то есть чек который служит богу и тут он делает такую вещь царь израиля замужняя женщина вообще у него просто он не знает что делать и он думает так значит надо позвать ее мужа с фронта мужа и воевал на фронте он зовет этого урию хититься и зовет его и говорит все значит ну там тот сделал донесение как дела на фронте он ему говорит все а теперь домой иди думает сейчас он зайдет домой и значит все будет ну этот ребенок будет как бы его но пусть лучше уже будет он как его и я возьму на себя этот грех чем чем будет оскорбление имени всевышнего значит урия хититься ему говорит нет я не пойду вот представьте ситуацию царь давид его единственная мечта служить богу вообще он ни о чем другом не мечтает и не думает он просил говорить я хочу чтобы испытания чтобы тебе приблизиться еще больше чтобы соединиться с тобой и тут он попадает полную вообще такую ситуацию где у него уже вообще не знает что делать да и он значит говорит урия иди домой тот говорит я не пойду она уже беременна уже ну вот-вот-вот все увидят скажут кто это сделал царь давид царь давид святой он себя святым называл или мы писал а он значит жену боевого офицера значит это самое пришел на нее в общем царь давид вообще не знает молится плачет от всего то или мы они поэтому такие мы их произносим салмы потому что это его молитвы богу он реально был всю жизнь в таких тяжелейших испытаниях и он от всего сердца обращался к богу и вот эти вот слова это как а такой интерфейс как слова молитвы которая соединяет с богом больше всего поэтому это или им читаем то есть это было прямо у него из сердца вообще он рыдал и он богу говорит что мне делать как не быть вообще что делать а вот ведь тишина вот ведь тишина значит он вообще думаю блин вообще что делать и он говорит на следующий день гуре хититься все давай праздновать думать сейчас его напою и он пойдет уже домой он на он опоил говорить все иди домой иди домой к жене а уре хитить ему говорит не пойду не пойду говорит потому что мои боевые товарищи на фронте я не могу к жене идти царь давид вообще вот тут он понимает что это что-то вообще непонятное да то есть он хочет служить богу а вокруг и стены просто стены которые двигают его вообще еще один-два и все пойду поймут что произошло хилу лошам все вообще-то страшнее нету и царь давид он еще плачет и лима читает псалмы читает молится молится а в ответ тишина он тогда говорит ладно пишет письмо запечатывает дает урию хитийцу отдашь командиру в письме написано урию хитийца отправить с боевым заданием на фронт и отступить пускай его там убьют значит представляете но у него выгода нет у него или взять на себя помимо прелюбодеяние еще и убийство или оскорбление имени всевышнего вот у него выбор и он выбирает что если взять вред по отношению к богу то хуже всего это осквернение имени всевышнего его лицо уже пусть со мной будь что будет я уже пропал так пропал уже на мне эти все грехи так еще один на себя возьму только бы чтобы не осквернеть имя всевышнего все он думал что он в этой игре полностью проиграл вообще полностью проиграл просил испытания как у аврама и с как аякова и не получилось значит он идет он идет в в этот самый урия хитийца идет на фронт отступают и он умирает а царь давиду быстро прямо хотя там нужно было ждать три месяца но он по моему женится сразу на батшеве насколько я помню и выясняется что она беременная ну как бы непонятно вся эта история и значит приходит к нему вот часто точно идет мне теперь понятно почему это в притчах написанной именно об сути где сравнивается вор и как он должен заплатить сколько во сколько раз больше он должен отдать сравнивается вор с прелюбодеянием значит приходит пророк натан приходит к царю давиду и говорит у меня к тебе есть история от бога значит история такая жил один богатый и рядом жил бедный у бедного была одна маленькая овечка а у богатого было целый стадо овец и к этому богатому пришел человек путник гость то есть митсва гостеприимства это важно когда к царю когда к аврааму авину про отцу нашему пришли гости он трех бычков убил зарезал там все ну то есть митсва гостеприимства это митсва заповедь и пришел гость в этой истории к этому богатому и этот богатый вместо того чтобы взять из своих овец он пошел и забрал эту овечку украл у вот этого вот так как он называется бедного который рядом жил и украл и убил ну убил все и накормил этого гостя приходит и этот пророк говорит царю давиду что с ним сделать надо что с ним сделать скажи он говорит царь давид ну что сделать с ним по торе говорит его надо в четыре раза отдаст за за овцу это вернет должен овцу и еще до 4 отцы сверху но говорит я как царь царской властью я приказываю его убить надо такого за то что он забрал единственную эту овечку его надо убить пророк натан ему говорит это ты он ему говорит это ты сейчас себя говорит казнил потому что говорит это была история про урию хититься и его жену батшеву и тебя а ты сейчас то есть если ты сказал ну что пусть вернет овечек извиниться десять раз поклониться и и подарит еще пять овечек да это было бы один расклад а убить его за такое надо это другой расклад то мера который человек меряет другим мерят ему с неба и поэтому пророк натан говорит царю давиду все говорит прощайте царь давид ему говорит вот чтобы сделал обычный человек до обычный человек начал бы кричать нет я не то имел ввиду это не я я хотел по-другому дайте мне еще раз сказать он начал бы каким-то образом съезжать царь давид мы от него учим шуму вот тут он уже понял что попал так попал и он говорит все ходателев анеха согрешила перед тобой и он начинает делать шуму прям вообще все виноват признаю в страдаю вообще я виноват полностью во всем виноват виноват и он плачет рыдает и делает шуму еще написал псалмы вот у нас есть от него 150 псалмов 150 его молитв в которых он все время разговаривает с богом и молится о том что реально он попадал в такие ситуации ужасные теперь значит в талмуде написано что тот кто скажет что царь давид согрешил ошибается ошибается почему ошибается я расскажу на следующем вроде сейчас я не расскажу завтра расскажу с божьей помощью блин и расскажу завтра почему талмуд говорит что рабиуда там сказал что он ошибается и прям привел все доказательства что царь давид не согрешил хотя ему пророк сказал что согрешил и сам царь давид сказал что согрешил но он не согрешил теперь значит царь шломо это сын батшевы только не тот сын который после этой истории родился тот сын который родился после этой истории родился и через семь дней умер. Сразу после рождения он умер. Царь Давид делал чуву, просил у Бога, но этот ребенок, он умер. А следующий ребенок, следующий сын Батшевы, это был уже царь Шламо, который написал Мишлей. И вот здесь, в шестой главе, он нам говорит, что нельзя к замужней женщине прикасаться, нельзя. И тот, кто к ней прикоснется, тот, значит, лишается ума, Хасар Лев, то есть у него уходит из его сердца многое. И, значит, он Машхит Навшо. Он свою душу, он ее уродует. Вот так вот он прямо об этом говорил. И... Ну, давайте закончим главу, прям быстро, пару пасуков. Нега векалон имца вэхарпато лотимхэ. То есть он, значит, на него придут... Нега, всякие язвы на него придут. Вот это как спит, может на него прийти, всякие такие другие заболевания. И позор он не сотрет. То есть на нем этот позор будет навечно. Тинахамад гэвер влой ахмоль байом накам. Потому что ревность, это страшная вещь у этого мужа. И если он об этом узнает, то эта ревность, она прям как огонь сжигает. И она может очень сильно, очень сильно... И этот муж не простит. Да? И здесь это не финансовый вопрос. Это не вопрос кражи. Это вопрос чести. Это вопрос мамзеры, дети, которые потом рождаются. Это вопросы, которые выходят из рамок финансового законодательства и переходят в абсолютно другую сферу. Потому что, в принципе, сфера отношений, сфера рождения детей, сфера... Вот эта сфера, она очень... Она очень, как сказать... С одной стороны, она скрытая. С другой стороны, это самая главная тема. Да? Потому что люди рождаются через это. И почему-то так Бог сделал, что то, что дает жизнь, и тот процесс, который вообще, через который зарождается жизнь, Он его очень сильно регламентировал. Он его очень сильно... То есть там есть и святость, и несвятость. Как две стороны... Как два полюса разных, да? То есть в этом процессе есть и самая большая святость, любовь, отношения, соединения. Называется процесс свадьбы, тедушин, освящение, да? Посвящение, освящение. То есть от слова кадош, как Бог кадош. Но то же самое слово гдеша. Это женщина, которая выделена для проституции, для разврата. То есть одно и то же слово, но это как два разных полюса. Поэтому в сфере отношений нужно быть очень осторожными. В сфере отношений нужно быть очень... Лучше отгородиться. И как он сказал, что лучше даже не прикасаться к запрещенным женщинам. Просто отдалиться, как максимально далеко от них. Отдалиться от этих запрещенных женщин. И приблизиться к женщинам разрешенным. Я всем желаю, кто меня слушает, чтобы создали себе крепкие, святые, настоящие семьи. Такие, чтобы была браха, благословение. Чтобы был шломбайт. Шломбайт это шлемут, это мир в доме. И это очень важно, потому что вот это вот шлемут, это цельность. Это то, к чему надо стремиться. Что Бог, только Бог имеет этот шлемут, цельность. И когда вот чем больше у каждого из нас цельности, цельности, простоты вот этой вот соединенности, меньше раздробленности, тем больше мы приближаемся к Богу. И шломбайт, шломбайт это самое важное. Это внутренний шлемут, это самое важное. И тот, кто достигает внутренней цельности, то ему легко и в браде быть цельным. Тот, у кого внутри разнобой, то он и в отношениях у него разнобой. Поэтому вначале мы стараемся быть шалем. Ашем и хат, ваавта, это шем и локеха, возлюби Бога, возлюби ваавта лиреха камоха, возлюби ближнего, как себя. То есть, вначале нужно самому наполниться любовью, расшириться, потом в эту любовь ввести как можно больше объектов. И у тебя шлемут. И потом соединиться с Богом, и без рада шем, чтобы все было хорошо. Все. Удачи, успехов, хорошего дня. Всем желаю шлумбайта, любви, радости и соединения. Все, пока. Напишите свои выводы от урока. Напишите, пожалуйста, три вывода от урока, чтобы запомнить лично ваши выводы. Что я понял? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Что я понял для себя? Вы видите, три как бы идеи, чтобы тот, кто алумет, альманат, леосот, тот, кто учит, чтобы делать, тому с неба помогут и учить, и обучать, и сохранять, и делать. Три, напишите, три вывода. Мой вывод такой, что не просите испытания, никого не судите и убегайте от запрещенных женщин. Просто убегайте от них. Это вот надо прямо бежать от них. И не просите испытаний, и никого не судите. Вот мои три вывода. Все, удачи, успехов.